Здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Арман Карапетян. Мы находимся в Руставском авторынке. Сегодня я покажу цены на машины в Руставском авторынке на 8 марта. Поздравляю всех женщин с международным женским днём. Желаю всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал. Номер мой будет в описании под этим видео. Если вопросы будут, напишите. Нет проблем, помогу. При покупке автомобиля мы можем доставить автомобиль в Казахстан, в Кыргызию, Россию. Пишите, какие машины хотите. Я вам покажу эти машины и в Грузии, и в Ереване тоже я буду снимать. На данный момент сегодня мы покажем Руставский авторынок. И вы увидите, какие машины есть здесь. Первая машина у нас 70-ка Камри. Самая топовая комплектация. Вот, посмотрите. Бомба просто. Самая максимальная комплектация. Кош-салон. LED-оптика. 19-го года выпуска. 2.5 двигатель. Не 3.5. И самая полная комплектация стоит 24 тысячи долларов. Вот это у нас белый Мерседес. 204-й кузов. 1.8 турбо. Белый цвет. Черный кожаный салон. 1.8 турбо. Машина очень красивая. 2012-го года выпуска. В Грузии стоит 8 тысяч 300 долларов. Но в Руставском авторынке торг всегда уместен. А вот и корейский автомобиль у нас. Тоже полная комплектация. Максимальная. Вживую вообще красиво выглядит. Hyundai Sonata. 2015-го года выпуска. Максимальная комплектация 2.0 турбо GDI. 55 тысяч миль пробегу автомобиля. Давайте сзади тоже покажу. Снег у нас просто холодно сегодня очень. LIMITED. Цена автомобиля 8700 долларов. Тоже один корейский автомобиль. Но это уже Kia Optima. Тоже LIMITED. Тоже максимальная комплектация. Панорамная крыша. Кожаный салон. Подогрев сидений. Вентиляция сидений. 18-е диски у автомобиля. Пробег автомобиля 70 тысяч миль. Цена автомобиля 11 тысяч 400 долларов. SXL. Посмотрите. Вот. У Sonata и Optima один и тот же двигатель. 2.0 турбо GDI. Машина бомба просто. Пробег 70 тысяч миль. Но торг всегда есть. На Руставском авторынке. А вот кто хочет бюджетный автомобиль. Opel Astra H. У автомобиля что-то зеркало сломано. Или не знаю воровали. 2007 года выпуска. Из Германии. 1.7 дизель. Машина в таком хорошем состоянии. Хэтчбэк. Салон тканевый. Коробка механическая. Цена автомобиля 2700. Но торг всегда есть. Посмотрите вот эту бомбу. Mercedes E200. Извините не E200. Здесь двухлитровый турбодвигатель. Но E300. Называется. Машина из Америки. 2017 года выпуска. Предпоследний кузов. Цена автомобиля 28 тысяч 800 долларов. Предпоследний кузов. Собран весь в АМГ обвес. Toyota Avalon. Limited. Full комплектация. 2012 года выпуска. Гибрид. Машина очень экономная. Тоже из Америки. Сейчас сзади тоже покажу. Вот задний вид тоже. Посмотрите. 12500 долларов. Но торг всегда есть в Руставском авторынке. Автопапа. Приезжайте. Покупайте. Наслаждайтесь машинами. Есть очень хорошие варианты. Toyota Avalon. 2012 года выпуска. Limited. Full комплектация. 12500 долларов. Посмотрите. Вот такой вариант. BMW X5. 2017 года выпуска. Бомба с черными дисками 20. Вот посмотрите. Машина тоже с Америки. Машина в идеальном состоянии. Цена автомобиля 35000 долларов. Но машина стоит своих денег. Вот салон. Насколько видно, я вам покажу. Просто снег. А машины закрыты. Не могу салон показать. Вот такой вариант. Если заинтересует вам. Покупайте BMW X5 3.5 Turbo. Из Америки 35000 долларов стоит. А насчет покупки автомобилей из Грузии. Растаможка в Казахстане, в Армении или в другой стране. Надо это уточнить у вас. Я не знаю, сколько стоит у вас растаможка. Но если хотите растаможить автомобиль в Армении, то надо покупать автомобили 6-7 летние. Максимум, чтобы растаможка была дешевая. И вы можете, если машину покупать отсюда, растаможить в Армении, можете сразу поставить на учет. Если вы будете перегонять автомобиль в Казахстан или в Россию, сразу можете поставить на учет. Нет никаких проблем. Просто огромный рынок Руставский. Два-три раза больше ереванского авторынка. И машины значительно дешевле, чем стоят в Армении. Давайте немного тоже Volkswagen покажу. Позже их очень много здесь. Давайте покажу Jetta. Вот черная Jetta. Самый последний кузов R-Line. С 17-ми дисками. Вот оптика машины. Посмотрите. 2019 года выпуска. 16 тысяч миль у автомобиля. Пробег. 1.8. Нет, извините. Не 1.8 у этого автомобиля. 1.4 турбо. Давайте сзади покажу. Самый последний кузов. Кош-салон. Монитор. Задняя камера есть у автомобиля. Машина очень экономная. Вот. Бомба просто. Очень красивый автомобиль. Цена автомобиля. 12 тысяч 500 долларов. 2019 год. С пробегом 16 тысяч миль. R-Line обвес. Вот это Volkswagen Passat. 12-го года выпуска. С простым атмосферным двигателем. 2.5. Без проблем. Можно поставить газ. На этот автомобиль. Очень хороший. Самый надежный двигатель. Немного расход топлива больше у этого автомобиля. Но это ничего не значит. Можно поставить пропан или метан. Очень экономный будет. 6 тысяч 500 долларов стоит этот вариант. 12-го года выпуска машина. 2.5 двигатель. 6 тысяч 500 долларов. Но торг всегда есть. А вот и вам новый BMW 520D. 2.0 дизель. Машина пригнана. Из Германии. Вот на фары. Посмотрите. Красота просто. Минимальная комплектация у автомобиля. Расход 5-6 литров в городе. Очень экономный вариант. Давайте спереди я вам покажу. У машины очень хороший ценник. 25 тысяч 800 долларов. Вот посмотрите. С 17-го года выпуска. 25 тысяч 800 долларов. Скажу, что машина из Германии. Не с Америки. И дизель. На этом выпуск завершен. Я сегодня вам показывал машины в Руставском авторынке. Автопапа. Если вы хотите покупать отсюда машины из Армении. С доставкой в Казахстан, в Россию. Номер будет под описанием под этим видео. Нет проблем. Напишите. Позвоните. Вопросы дайте. Я всем отвечу. И помогу, чем могу. Это был Руставский авторынок. Грузия. Город Рустави. Автопапа. До свидания. До свидания.